МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у нас 24 мая 2012 года. Как сообщает специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона, 20 мая произошла специальная операция, в ходе которой был задержан совместитель начальника авиадеопольского отдела полиции Виталий Афанасьев. Что сообщает специализированная прокуратура? Ими изобличена группа лиц, которые требовали 5000 долларов США за решение вопроса с целью избежать уголовного наказания. По всей видимости, в авиадеопольском отделе полиции есть уголовное производство по статье 309 Уголовного кодекса. Статья 309 звучит так. Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересыпка наркотических средств, птихотропных веществ или других аналогов без цели быта. Значит, в этом деле обвинялись двое военнослужащих вооруженных сил в Украине. По версии следствия, группа лиц, это в составе заместителя начальника отдела в Дёпольской полиции, а также еще один военнослужащий какой-то из руководителей, пока нам не сообщает его ни имя. Но, значит, они вдвоем просили у этих двух военнослужащих, которых пытали, хотели обвинять в этом уголовном деле по 309 статье Уголовного кодекса, 5 тысяч долларов, чтобы это дело прекратить. Не знаю, каким образом бы это все не сочиналось, потому что сам заместитель начальника Виталия Афанасьев не отвечает за следствие, но каким-то образом он пытался этот вопрос решить. Ну, по версии следствия, опять же, выточняемся. Значит, итак, оказывается, 20 мая здесь происходила, когда эта вся операция, ему была вручена пакет с двумя тысячами долларами США. Эти 2 тысячи долларов продемонстрированы на фотографии специализированной прокуратуры, но, оказывается, это уже была вторая передача денег. До этого была передача денег еще одна, которая тоже, как они пишут, она задокументирована и оформлена. Но в какой сумме идет в первой части, неизвестно. Значит, по этому факту возбуждено дело по части 3, статьи 368 Уголовного кодекса Украины, которое звучит так. «Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом». То есть, просто на роде говорят, статья «Взятка». Вчера, 23 мая, Киевский районный суд города Одессы рассматривала санкции по ходатайству следствия в отношении него в рамках этого уголовного дела. Значит, ему была возбуждена санкция, опять же, по нашей информации, которая получена из надежного источника. Но, опять же, мы не можем уверять вас на 100%, потому что официально на своем сайте специализированная прокуратура не сообщает. Однако, наш источник сообщил, что ему была вручена пидозра. По 368-й вручена ли была пидозра второму действующему лицу, пока нам неизвестно. Однако, после вручения пидозра ему определена мера пресечения содержания подстражей на два месяца, либо залог в сумме 1 миллион гривен. Досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований при сопровождении сотрудника управления службы безопасности в Одесской области. Так что будем следить дальше за этим делом. Посмотрим, удастся ли Виталию Афанасьеву собрать 1 миллион гривен для того, чтобы выйти под залог и не следить во время следствия в следственном изоляторе. Будем в дальнейшем узнавать информацию о других действующих лицах в этом уголовном деле. Роман Варшниза, Альтернатива Орх.